Здравствуйте, я Сурмениева Мария Александровна. Я представлю доклад, как сказали, «Печествие материала в медицинском назначении, полученное электронным лучевым плавлением». Для начала я представлюсь. Я училась в Томском политехническом университете, закончила бакалавриат, потом закончила магистратуру и выбрала себе такое направление, как научная деятельность. Я осталась в университете, поступила в аспирантуру и впоследствии защитила кандидатскую диссертацию в области физико-математических наук. И надо сказать, я верно выбрала род своей деятельности, потому что я являюсь успешным ученым. И у меня ряд наград, например, в 2016 году меня выдвинули, и я получила Скопус Аварт Раша в 2016 году, именно как молодой ученый, самый публикуемый в России в области материаловедения. И в этом году мне вручили благодарность Совета ректоров вузов Томской области, чему я была очень рада. Вот я здесь, вы видите людей, которые занимаются, именно относятся к той области. В нашем центре развивается несколько направлений, в том числе использование аддитивных технологий для получения сетчатых, ячеистых, пористых материалов. И вот здесь представлены все сотрудники, которые относятся к этой области. Именно работают вместе со мной. И это междисциплинарное такое направление получения изделий для медицинского применения. И зачастую для того, чтобы получить изделие медицинского назначения, необходимо именно привлечение различных специалистов, вплоть до медиков, материаловедов. Это люди из области информационных технологий, поскольку используется высокотехнологичное оборудование. Это люди, которые занимаются моделированием, теоретическими какими-то расчетами. И впоследствии, например, вот мы исследуем в Берлине на синхротроне, используя компьютерную томографию. Участвуют специалисты, которые работают на компьютерной томографии. И после чего завершающим и очень важным таким этапом это комплексное исследование, клинические и доклинические испытания. Только после того, как материал или изделие получает разрешение для использования в медицинских целях, только после этого его можно использовать. И сетчатые материалы традиционно использовались в таких областях, как машиностроение и авиационное направление. И здесь такой основной принцип получается сетчатые, почему конструкции используются. Основной принцип легкие, но прочные. И, например, почему бы не использовать такие материалы и для медицинского применения, но раньше это было сделать невозможно, поскольку отсутствовали аддитивные технологии, были традиционные технологии, а традиционные технологии, они работают по принципу вычитания. Если аддитивные технологии от слова additive, это добавление, то традиционные получаются, допустим, какое-то изделие, и потом его, например, подполировывают, делают какие-то внутри отверстия для того, чтобы потом использовать в дальнейшем. И когда появились аддитивные технологии, то стало проще получать именно сетчатые материалы для медицинского применения, поскольку они миниатюрные, намного меньше, чем самолеты, и слой за слоем выращивается изделие, и аддитивные технологии позволяют получать очень сложные конструкции. И вот здесь вы на слайде видите, что вот, например, ячейстые материалы, это материал, который состоит из ячейки, ячейка может быть довольно разнообразная. Почему ячейстые имплантаты? Есть такая насущная проблема, это эффект экранирования напряжения. Вот на слайде мы видим, что, например, когда используется плотный монолитный металлический материал, то тогда этот материал имеет характеристики механические, которые превышают характеристики механической костной ткани. Когда мы вставляем такой материал, то тогда кость не принимает на себя всю нагрузку. Для того, чтобы кость ремоделировать, очень часто даже делают реабилитационные такие центры для того, чтобы после имплантации люди начинали двигаться. Для чего? Именно в движении происходит внутри процесс ремоделирования костной ткани, и тогда кость восстанавливается, она прирастает к имплантату, и это работает как такая одна конструкция имплантат и кость. Если же он монолитный имплантат, он берет на себя всю нагрузку, и кость растворяется за неимением надобности. И вот мы видим, что возле монолитного материала вокруг кость, она растворяется, то получается такое отверстие. Наблюдают медики остеолиз. Это размягчение рассасывания вокруг ткани. Видно, данные рассасывания видно на компьютерной томографии. Остеопения – это снижение минеральной плотности кости. То есть кость она состоит частично из минеральной составляющей, это гидроксиапатит, и получается этот гидроксиапатит рассасывается. Получается, что у человека имплантат расшатывается, и необходимо переимплантацию, то есть повторная имплантация, когда изымается данный имплантат и вставляется другой, который уже более подходящий для данной конфигурации отверстий. И кроме того, получается, еще и может сломаться кость, потому что настолько вот она истончается вокруг, что жестким имплантат давит, она может сломаться. И когда мы делаем материал с низким модулем Йонга, а это пористый материал, или другие, допустим, сплавы, которые имеют более низкий модуль Йонга, тогда мы не наблюдаем данного эффекта, и тогда имплантат приживается, и ситуация у человека более радужная получается. Аддитивные технологии, они довольно молодые. И вот такой бум случился аддитивных технологий в мире в 2010-2015 годах. Именно тогда стали появляться конференции, различные симпозиумы международного уровня, начали печататься публикации, патенты. И самым таким большим главным игроком является США. Далее мы видим, что это Германия, Франция. И если, например, электронно-лучевое плавление, которое мы применяем для получения изделий, то это Швеция. И вообще эта область, она имеет очень большие вливания денежные. И видно, что, например, вот на слайде мы видим, что и инвестиции, они оправдываются, и впоследствии, например, в США планируется прибыль, вообще составляла прибыль довольно больше, чем инвестиции. Но, к сожалению, в России эта область у нас только начинает развиваться. Сейчас очень часто открываются конкурсы именно для участия проектов, где задействованы аддитивные технологии для получения либо имплантатов, либо других каких-то изделий, которые используются в других секторах экономики. И, к сожалению, развивается область данная не большими темпами у нас в России, поскольку все-таки преобладают импортные изделия для медицинского применения. Либо есть фирмы, которые покупают заграничное оборудование, оно в очень большом ассортименте, можно найти и в Германии, и во Франции, и в других странах. И используют это оборудование у нас в России. Но поскольку вообще технологии, аддитивные технологии, они такие, можно сказать, ну, можно разочароваться, они шаблонные. Зачастую это выглядит так, что мы используем шаблонный материал, а их там около десяти. Мы выбираем для них уже, этот материал мы покупаем точно так же за границей, поскольку именно производители этого оборудования, они продают и требуют, чтобы на этом оборудовании использовали именно их материал, иначе потом, впоследствии, они не будут помогать, например, поддерживать эту установку в ходу. И получается, даже в России печатается на другом оборудовании заграничном, используется еще и материал, который синтезируется за границей. Поэтому сейчас это очень актуально. И вот включили аддитивные технологии в приоритетные направления развития науки, техники и технологий Российской Федерации. Что касается получения изделий металлов и сплавов, то самая первая технология, которая стала использоваться для получения изделий из металлических материалов и сплавов, это селективное лазерное сплавление или спекание. Здесь я хочу отметить, что в российской науке еще терминология, здесь очень много вы видите в кавычках, я вот взяла из публикации, которую здесь я представила, терминологии нет. В науке это очень важно, потому что, например, когда я училась, если ты неправильно использовал какой-то термин, то мужик косо на тебя смотрит. Здесь сейчас еще все настолько новое, и поэтому кто-то говорит электронно-лучевая плавка, кто-то говорит электронно-лучевой синтез, кто-то говорит сплавление, кто-то плавка, кто-то... Ну, в общем, по-разному все используют терминологию и в основном публикуются в зарубежной литературе, поэтому больше распространено, например, англоязычное, даже между студентами, между коллегами мы иногда разговариваем и говорим Bad Fusion, Powder Bad Fusion. И вот эта вот технология селективного лазерного сплавления, она появилась первой, и потом впоследствии уже появились другие. Электрон Beam Melting – это технология, которая пользуется больше всего шведой. Там есть фирма Arkham, которая производит принтеры, которые с использованием этой технологии печатают на основе металлов и сплавов медицинские изделия. И появление аддитивных технологий привело к широкому распространению цифровых технологий в области проектирования, моделирования и расчетов, и механообработки. И надо сказать, вот эти два направления, Powder Bad Fusion – селективное лазерное спекание, электронное лучевое плавление, они очень часто конкурируют. У них есть и плюсы, и минусы у каждой технологии. Но все равно каждый специалист, который выбирает ту или иную технологию, он всегда защищает и придерживается, что его технология самая лучшая. Если посмотреть на Powder Bad Fusion, то вот здесь такое характерное слово Bad – это кровать. И так можно рассказать, как получается изделие, как на кровать, так насыпается, как покрывало порошок, потом проходит либо электронным пучком, либо другой источник, вот используется лазер, потом следом опять насыпается, как покрывало порошок, проходит электронный пучок, и так слой за слоем вырастает изделие. И вот мировые тенденции, они работают сейчас в таких четырех направлениях. Это создание новых сетчатых материалов, потому что так как это шаблонные технологии, у каждой установки есть библиотека. И ты при создании какого-то изделия, ты все время выбираешь из вот этой библиотеки, которая там, например, имеет 20 наименований, какую-то ячейку. И сейчас много исследований сконцентрировано именно на том, чтобы расширить эту библиотеку и какую-то новую ячейку создать, которая имеет уникальные какие-то свойства, механические, например, или свойства биологические, и потом адаптировать ее под аддитивное производство. Впоследствии так, можно попросить, если кто-то появляется, вы, пожалуйста, выключайте свой звук, чтобы не мешать, да, докладчу, мне что-то не мешает. Далее, например, определили с ячейкой, придумывают, как сделать, чтобы был градиент, либо градиент по плотности данного изделия, либо градиент по составу, если уже придумали новый состав, потому что состав тоже шаблонный, и тоже их там порядка 10, и для того, чтобы расширить эту библиотеку, точно так же вот этот третий, работают на разработку сплавов. Получается, что как бы это новые сплавы с новыми уникальными механическими или другими характеристиками, потому что аддитивные технологии, например, электронно-лучевое плавление или селективное лазерное спекание, оно приводит к тому, что происходит быстрый нагрев и быстрое затвердевание, и поэтому эта структура, которая формируется, она отличается от структуры материала, которая сформировалась раньше традиционными методами, и теперь вот именно направлены исследования на получение этих новых сплавов и исследование их свойств. И четвертое немаловажное направление, с которым как раз и началось у нас знакомство с аддитивными технологиями, это модифицирование поверхностей. И вот в нашем центре мы модифицировали, изначально, как я встретила человека на конференции в 2014 году, это Каптюк Андрей Валентинович, он наш соотечественник, когда-то жил в Новосибирске, но после каких-то там перепитий жизненных он оказался в Швеции и работает в университете Центральной Швеции. Я его встречаю на конференции, представляю свой доклад по своим исследованиям касаемо модифицирования поверхности. Он подходит ко мне, знакомится и говорит, приходите на мой доклад, я рассказываю про электронно-лучевое плавление. И тогда мне очень понравилось, потому что Шведы, он рассказал, что Шведы называют электронно- вообще аддитивной технологией, технологией свободного ваяния. То есть можно что угодно сваять, что угодно получить, любой сложности геометрической изделия. Вот, и мы тогда договорились с ним написать проект и включить и получение изделия, и их модифицирование. И чего только мы не делали. Мы получали наночастицы, синтезировали и наносили сверху. Мы получали нанотрубки и капсулы. И вот первое, видно, что вот верхние такие, сразу два, три, четыре, шесть изображений, это поверхность металла после сплавления электрона лучевого. И изначально мы видим, что на поверхности присутствуют такие вот, она очень шероховатая и шарики присутствуют. Даже стоит задача привести в порядок, ну не в порядок, а привести поверхность к более приемлемому виду для медицинского применения. А вот эти шарики, например, когда попадает изделие в организм, они могут отсоединиться и вызвать какие-то аллергические реакции. И вот мы подбирали обработку электронно-лучевым импульсным пучком для того, чтобы сгладить эту поверхность и убрать эти шарики. И по каждому вот циклу, я здесь больше как научный сотрудник, как ученый, по каждому циклу у нас была опубликована работа, и если есть у кого-то желание, можете найти спокойно в интернете. Мы используем электронно-лучевое плавление. И когда мы стали работать вместе с каптюговами, тогда у нас начали появляться идеи уже по созданию сетчатых материалов различной топологии. И, как я говорила раньше, электронно-лучевое плавление это самый главный конкурент селективно-лазерному спеканию, очень часто они конкурируют. Но вот достоинством электронно-лучевого плавления является то, что получается изделие при фоновой температуре. То есть всегда изделие нагрето до вот 700 или 1000 градусов в зависимости от материала. Это высокая мощность пучка. Она намного выше, чем у лазера. Также изделия получаются в вакууме, поэтому отсутствуют примеси, отсутствует кислород, водород, который приводит к тому, что изделие становится хрупким. Но этот метод имеет существенные недостатки, поскольку очень высокая мощность пучка, размер частиц порошка, который используется, он тоже очень высокий, 70 либо 125 микрометров, а в селективном лазерном спекании он до 40 микрометров. И поэтому, когда мы синтезировали изделие, нужно убрать порошок, который изнутри. И тогда возникает очень много направлений в науке, которые подбирают обработку для того, чтобы извлечь этот порошок из сетчатой конструкции. Кроме того, поскольку мощность пучка выше, ванна расплава, которая получается, она больше, и поэтому толщина стенки или страта, ну вот струц, есть такой струц, струц, это вот такие проволочки, из которых состоит вот эта вот ячейка. Оно намного превышает значения, которые, например, характерны для селективного лазерного спекания. Как работает технология? Сначала создается трехмерная модель, потом формируются с помощью слайсера, формируются слои, после этого задается траектория пучка, и режим выбирается, энергия пучка, там разные параметры варьируются, после чего получаются готовые изделия. И как я уже сказала, что это, можно сказать, шаблонная технология. Ты выбираешь ячейку, ее там до 20 наименований, ты выбираешь режим, а для ВТ-6, это медицинский сплав титана, уже определены параметры, ты выбираешь режим и получаешь изделие. И получается здесь, ну, все, никуда, ни вправо, ни влево ты не уйдешь. Вот только титан, только, например, сталь и другие изделия, которые являются шаблонами. И нам повезло, что у Андрея Валентиновича, у него есть третий доступ, и он может изменять параметры для экспериментальных исследований. То есть он может использовать и экспериментальные порошки, и заходить в мозг машины, менять все там настройки, для того, чтобы мы могли исследовать, чем мы с ним и занялись. И вот здесь видно, что вот на картинке видно изображение компьютерной томографии. И внутри мы видим синий, как раз вот этот порошочек. И часть исследований выполняется у нас в Берлине на компьютерном томографе. и так получилось, что там работают наши сотрудники, которые закончили Томский политехнический университет. И вот они работают как раз над созданием всяких программных, программного обеспечения, для того, чтобы, например, отделить порошок от самого изделия или получить более качественное трехмерное изображение. И вот здесь я бы хотела показать, что именно выпускники Томского политехнического университета, я думаю, что как раз у нас в области информационных технологий, которые заканчивают и получают образование, они могут спокойно работать в данной области, как ученые, которые вот исследуют такие объекты, как сетчатые, которые получены путем сплавления порошка. И в принципе вообще, как я говорила, США здесь главный игрок, и они уже сделали и имплантаты плотные, и пористые имплантаты, и даже градиентные, переходящие, с движущимися какими-то деталями. И вот сконцентрированы сейчас именно на том, чтобы выбрать ячейку, расширить эту библиотеку. И вот все ученые сейчас сконцентрируются на этом. И есть такое понятие биоинспирированный подход. Вообще слово биоинспирированный переводится как воодушевленная природа. Или биомимикрия это имитация природных каких-то дизайнов. Я бы назвала это биоплагиатом. Это когда люди смотрят на какие-то элементы в природе и крадут идеи. И вот, например, очень часто для того, чтобы сделать ячейку, как раз этот подход и используется. Вот если бы пчелы были учеными, они были бы гениальными математиками, и они сделали прекрасную конфигурацию своего домика, исходя из того, что они делают этот домик, и как можно меньше должно быть материала на этот домик, и как можно больше внутри должно быть объема для меда. И очень интересно оказалось, что такая конфигурация имеет очень высокие прочностные характеристики. И это такой пример интересный, где используется биоинспирированный подход. И, конечно, уже это более чем тривиальный пример, потому что, если материаловеды-пчеловеды или пчеловеды-материаловеды, но это уже было сделано давно, и сейчас нужно двигаться дальше. И вот в нашей лаборатории, в нашем центре мы решили воспроизвести именно структуру костной ткани. И первое, что я бы хотела отметить, что костная ткань, она градиентная. То есть есть участки, вот мы видим изображение компьютерной томографии, есть участки более плотные, есть участки менее плотные. А еще мы видим, что она такая вот больше, похожая, вот видно здесь, модель, которую у нас создал наш аспирант, с топологией трижды периодической поверхности минимальной энергии. Что кость, она похожа на данную топологию. Поэтому мы решили использовать у нас данные подходы. Первое, мы решили сделать градиентную структуру, которая состоит из, ну, структура, которая состоит из областей, где пористость высокая, либо низкая. И второе, мы решили использовать данную топологию трижды периодической поверхности с минимальной энергией для создания трехмерных конструкций. И вот первое, вот первый пример, который мы сделали, вы видите на слайде, и использовался ряд программ, это было не так просто создать ее для того, чтобы впоследствии ее использовать и для моделирования в программе, которую мы используем, для того, чтобы оптимизировать структуру, и для того, чтобы печатать на принтере, она тоже должна определенным характеристикам обладать, там вес, точность и так далее. и она была напечатана, данная структура, на установке шведской, ARCAM в Швеции, и далее мы ее исследовали, моделировали, также исследовали, использовали вот программу ANSIS, которая позволяет моделировать напряженно-деформированное состояние самой конструкции для того, чтобы получить полную картину. исследование, есть эксперимент, когда мы сжимаем и смотрим, как ведет себя данная структура при нагрузках, и мы моделируем, и совмещаем, и смотрим, а почему такая у нас картина наблюдается деформационного поведения, какие у нас там возникают напряжения, где у нас слабые места у данной конструкции, и вот этот слайд сделал для меня мой аспирант, я вчера попросила, потому что именно вот впоследствии картинки, которые вы видите, это получено именно моим аспирантом, не мной, поскольку у нас работает целая команда, вот, и результаты компьютерной томографии также получены были им в Берлине. И вот здесь мы видим, мы сравниваем компьютерную томографию модель, и изначально модель была с нулевой толщиной, и впоследствии, так как есть как бы определенные условия получения титана, естественно, толщина, она как бы больше, и благодаря этому у нас отсутствует, так как вот тут двузонная такая конструкция, и мы боялись, что где-то не произойдет сплавление вот этих двух слоев, но благодаря тому, что произошло ушрение каких-то вот элементов, оно все-таки сплавилось, но не везде. И впоследствии вот было выполнено моделирование, и компьютерная томография была сделана после того, как произошло сжатие. И мы видим, мы здесь вот после сжатия получаются как бы бочкообразные такие две бочки, такая форма, и мы видим на моделировании, что имеются слабые такие моменты, вот синие это где меньше, например, зеленое, где больше напряжения. И вот оно видно, что оно порядочно повторяется, и из-за этого получается такая бочкообразная форма. Но мы видим также вот верхний слой А, В, это была обработка одна, это пескоструйная обработка, а внизу обработка была ультразвуком для того, чтобы удалить эти частицы. То есть образец подвергался ультразвуку для того, чтобы частицы порошка выпали. И мы видим, что у нас по-разному происходит формационное поведение. Но для, в первый раз, когда мы моделировали вот это большое изделие в программе ANSYS, мы, естественно, использовали модель, а не реконструкцию, которая была получена на компьютерном томографе. Поскольку мы это очень затратно по времени и вес очень большой. И мы взяли один элемент и сравнили, как влияет последующая вот эта обработка ультразвуковая. Вот здесь вот я начинаю рассказывать уже научные такие наши результаты. Это не образовательная такая часть, а более научная. и мы видим, что разная обработка приводит к разной морфологии. И эта морфология оказывает влияние на распределение напряжения по поверхности. И мы видим именно, что при ультразвуке зеленые области, которые имеют более высокие напряжения, они больше, чем другие области. И поэтому получается, что конструкция у нас становится более хрупкой и более жесткой. Далее мы попробовали получить изделие с топологией трижды периодической поверхности минимальной энергии. Вообще машинам ARCAM позволяет получать, используя три темы. Есть такое понятие темы, либо режим. Это лейтис решетка, мелд плавление и вейфер. Мы видим мелд, это два таких контура печатаются. То есть оно печатается все послойно, конечно. Оно печатает раз-раз контур напечатало, а потом внизу заштриковывается такой называемый хэтч, вот это межконтурное пространство. А система вейфера позволяет получать более тонкие стенки. Поэтому мы решили использовать именно два таких темы, для того, чтобы добиться с более толстыми стенками и с более тонкими стенками. И результаты компьютерной томографии впоследствии механических испытаний показали, что в каких-то определенных режимах мы можем получить и вейфер и мелд, несмотря на то, что толщина стенки разная, мы можем получить с одинаковыми характеристиками. этого мы и добивались, поскольку чем тоньше стенки, тем больше проницаемость будет внутри. И мы еще обратили внимание, что присутствуют такие отверстия, и скорее всего, они именно из-за того, что не пропечатываются. Нужно продумывать еще данный режим так, чтобы либо пропечаталось, либо воспользоваться это в наших интересах для того, чтобы создать такую иерархическую структуру. Здесь получаются поры внутри стенок, и что будет хорошо для клеток, поскольку они будут более лучше проникать внутри данную конструкцию. Мы сделали все, провели все механические исследования на сжатие, на растяжение, осталось на испытания, и сейчас у нас готовится по этим результатам публикация, и также мой аспирант провел моделирование для того, чтобы выявить именно а как же повлияют вот эти вот дырки так назовем по-русски отверстия на механические испытания. И было интересно, что именно в упругой области эти отверстия никак не влияют только впоследствии, они когда уже переходят из упругой в пластичную область, то тогда они оказывают какое-то влияние. И вообще видно, что эта структура как пружинка вот там такие получаются области, получается, но имеет и поэтому уникальные свойства механические, поскольку оно по-другому себя ведет при сжатии, нежели другая топология, которую мы использовали раньше. Здесь я тоже хотела бы пример показать, что после этого мы сделали градиентную структуру для того, чтобы именно имитировать костную ткань. И это очень люблю эти картинки, потому что мы видим итоговый образец, и он прям повторяет структуру костной ткани. Но стоит задача почистить. Вот мы наблюдаем внутри порошок, и сейчас мы работаем над тем, чтобы разработать технологию, которая позволяет вычистить полностью внутри порошка. Либо уже нужно оптимизировать структуру для того, чтобы действительно здесь видимо она у нас слишком плотная, нужно впоследствии что-то сделать такое, но мы над этим еще работаем, чтобы порошок этот высыпался. И вот это результаты компьютерной томографии нашей коллеги, которые закончили Томский политехнический университет. Ой, сейчас вернусь. они вот создают разные программки, вот это представьте, что мы вот сюда входим как клеточка и проникаем вот сюда, и вот расстояние становится все больше, больше, глубже, глубже, вот они создают такие программные пакеты для того, чтобы исследовать это, делать более интересным, и потом для людей, которые читают публикации, уже более наглядно представлять данный материал. И последняя такая была наша задача, это получить новый сплав. Мы выбрали два металла, это титан и необий. Они различаются по температуре плавления, необий имеет более высокую температуру плавления, поэтому мы решили использовать более мелкие частицы, а титан более крупнее. иначе нагревается быстро охлаждается, как мороженое сверху шоколадное глазурь. Оно начинает трескаться, но оно не расплавляется, получается, что глазурь плавает в мороженом. Точно так же может произойти и с титаном, и с необием. И мы сначала у нас было, мы продумали, просчитали, какие будем параметры менять, а на слайде вы видите, что параметры можно менять разные. И к сожалению, когда поехал мой аспирант туда, они в ходе получения изделий меняли параметры, смотрели на глаз, как происходит плавление. И после того, как я получила результаты, увидела эти образцы, я сказала, как я теперь это опублику, как я расскажу миру, как же мы это делали. И вот так и опубликовали, так и рассказали, что это все было подобрано в процессе работы. и все-таки мы нашли вот верхнего вот здесь как раз видно, что этот режим это контур и внизу внутри запечатывается хэтч, вот это расстояние между контуром. И мы видим, что в контуре вот эти белые частицы это не обе, а серые это титан. Что в этом контуре, в этом режиме получается расплавляется и не обе, титан, и получается сплав. Все-таки впоследствии сейчас мы планируем использовать этот режим для того, чтобы уже получить ячеистый материал. Я, наверное, закончу на этом. Буду рада ответить на все ваши вопросы. И здесь я еще разместила наши контакты, потому что мы ищем ребят, которые могли бы моделировать или использовать какие-то навыки для создания различных программных пакетов. Или используя эти программные пакеты для того, чтобы получить большую картину об исследуемом материале, либо наоборот разработать новые топологии какие-то. И у нас есть широкие по всему миру контакты, где можно поисследовать и получить навык работы с другими учеными, которые имеют более высокие навыки. Вот. Так, я останавливаю демонстрацию и готова ответить на вопросы. вопросов, я думаю, что нет. Не знаю, кто здесь, Ростислав Егорский или кто ведет. Вопросов нет. Да, все, да? Вопросов, наверное. Да, спасибо огромное. Спасибо огромное. да? Я думаю, может быть, все-таки у ребят будут какие-то вопросы. Давайте еще дадим минутку. Без проблем, если возникнут вопросы, можно спокойно использовать мой имейл, контакт. У нас есть и страница ВКонтакте, и страница в Инстаграме. То есть могут спокойно задавать вопросы везде, где только могут, у кого есть где какие страницы там. пока нету вопросов. Поэтому спасибо за возможность представить мой доклад. спасибо. 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 Продолжение следует...